Мой дружок пирожок, вышло долгожданное летнее обновление Лос Сантос Саммер Спешл, и чтобы испытать новые тачки, прокачать их по полной, а также купить собственную яхту для прохождения миссий, нужны деньги. Не вопрос, заходи в мою группу по прокачке, любой уровень, любое количество денег, и полная прокачка персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на PS4. Стартовый пакет можно приобрести всего за 299 рублей, а если ты укажешь этот промокод, то получишь халявные 20 лямов к пакету прокачки на ПК. Ссылочка на группу в описании, переходи, и заказывай самую надежную прокачку, не забивая свое свободное время унылым формом, попробуй все из обновления сразу. Привет всем мои дружочки пирожочки, давненько не было Павлика с нами, почти год прошел с того как Павлито прибыл в Лос Сантос из Банановой Республики, и теперь вон он какой сидит важный в своем офисе, усыпанный деньгами. Кто хочет знать как Павлик поднялся с нуля, ищите на канале плейлист, как подняться в GTA Online. В этом плейлисте вся история Павлика. Ну и в этом видео мы разберем как быстро и без труда заработать денег на этой неделе вместе с Павликом. Погнали! Тайм-триалы Ну и главное, что у нас до этого было 5 лямов 900 тысяч, теперь же у нас 6 лямов. Ищем второй тайм-триял, Павлик проходит его на своем классическом Хака-чае. Но можно еще больше сэкономить и купить бате 801 RR. Он дешевле и не уступает по скорости Хака-чае. Естественно если использовать бак ускорения на заднем колесе. Хотя скорее это фичи нежели бак. Так как в GTA San Andreas можно было раскачивать байк шифтом. И он очень сильно ускорялся. Кто катал доставщикам на мопеде в Санпе знают о чем идет речь. Ну и вот вторая сотка у нас опять в кармане. Что же делать дальше? Сейчас будем пробовать все бонусные схемы заработка. В четверг я делал видео со всеми бонусами и скидками. Так вот на этой недельке до следующего четверга действуют двойные выплаты на задание от Джеральда, а именно задание на покой. Относительно свежие миссии, которые я советую пройти всем. Всего 6 миссий. Каждая проходится плюс-минус за 10 минут. Денег везде дают одинаково. Конечная сумма зависит от количества людей и от количества затраченного времени. Чем больше того и другого, тем лучше. Роком важно чтобы вы как можно больше проводили времени в GTA Online. И абсолютно не важно как хорошо вы играете. Ведь можно профессионально все зачистить за 5 минут и получить 1015, а можно тупить минут 30, при этом потратив все жизни, и получить 60 тысяч. Цифры и время взяты из головы. Так что не принимайте это за чистую монету. А вот эти результаты можете принимать. Дурная компания. За 6 минут все прошли и получили 21 тысячу с небольшим. Пустить на фарш. 9 минут. За эту миссию мы получили почти 33 тысячи. Следующая миссия переделка. За 7 минут зачистки мы получили 28 тысяч зеленых. Самая долгая миссия у нас оказалась. Фигурное катание. Там где нужно найти несколько фигурок на определенной локации. То ли из-за того что я играл в соло, то ли мне так везло. Но на киностудии я еще ни разу не был. Ну и паблик соответственно. В общем искали мы эти фигурки долго. Реально долго. По итогу почти 18 минут времени было затрачено. Но зато получили почти 47 тысяч. Это как раз про то что я говорил в начале. Торговля в разнос. Нас было четверо. Поэтому каждый отправился на свою точку. Все это заняло у нас 7 минут. Ибо кто-то не мог попасть внутри пришлось его выручать. 28 тысяч зеленых. Роки отвалили нам за эту миссию. Ну и последнее дело. Конечный продукт. Соло эту миссию выполнить практически невозможно. А вот хотя бы вдвоем рядом. Для облегчения миссии используйте курму. Которую сейчас можно взять по скидке. В этой миссии только она способна защитить вас от пули в должной мере. Постояв так несколько минут и отправившись на конечную точку прикрывая фургон. У нас все это дело заняло чуть больше 8 минут. За что Роки дали нам 30-ку зелени. Пройдя по всем миссиям вместе с дружочками и пирожичками и англоязычными рандомами. Нам удалось заработать 188 тысяч 180 долларов GTA. На это у нас ушел ровно час даже с учетом довольно таки быстрых запусков этих миссий. Неплохая альтернатива ящикам. Тем более когда у тебя их нет. Но я бы не сказал что это сверхдоходы. Это средняя сумма заработка в час при наличии бизнесов. Но тут вы эти деньги зарабатываете используя только свое оружие и транспорт. Да, Роки также замутили двойные выплаты на серию противоборств. В бункере, на базе, и в казино. Естественно интереснее всего проходить эти противоборства именно в казино. Так как локация для перестрелок новая. Но есть очень много нюансов. Например то что там проседают кадры и динамичная перестрелка практически невозможна. К тому же много мелких деталей. Перед тобой просто информационный шум из-за которого ты не можешь увидеть врага. Я сразу говорю, что Павлик не смог продолжать тратить время на это все. Первым делом я запустил эскорт. Там ничего не лагало и более-менее все проходило гладко. Правда я ощутил себя зэком с заточкой. Когда мы толпой пытались заколоть цель, выглядело все это довольно таки крипово, учитывая что все это происходит в темноте. Два раунда, 10 минут времени и 28400 баксов. За это же время можно было пройти миссию от Джеральда. Вот только там не стоял бы вопрос, победишь или же нет. Дальше я запустил каждый патрон на счету, но из первых же секунд я понял, что нихуя у нас не получится. 6 минут проебанного времени и всего лишь 5000 зелени. Самая трудная мишень, самые большие лаги и вообще какая-то каша. Глаза болели. Павлик умирал. 11 минут более 11 тысяч. На этом я решил закончить с доходностью от противоборств с двойными выплатами. Ну и как бы мы не сопротивлялись, что бы мы не делали вопреки, ящики останутся всегда. Тем более что на этой неделе на них можно реально очень много заработать. Например с одного большого склада можно урвать 4 ляма чистыми и это примерно за 5 часов заполнения одного склада. Работаем по моей авторской схеме. Два больших склада недалеко друг от друга. По центру между ними террор байт. Ну и у некоторых возникнет вопрос, а что если нет этих складов или нет террор байта? Ну тогда вам дорога в офис и к своим складам. Времени на путешествия вы будете тратить однозначно больше. Павлику же иногда приходилось ждать по несколько секунд, ибо пока он довозил груз на второй склад. На первом еще не успевал завершиться 5 минутный кулдаун, а это значит что среднее время выполнения доставки на 3 ящика около 5 минут. Ну и 3 ящика, самый выгодный фарм. Даже если вы заполняете только малый склад, а с двойными выплатами так подавно, время важнее. И так как мы делаем все в основном в соло сессии, то вероятность потерять груз крайне мала. Сначала я думал заработать на этом лям, то есть по 500 тысяч на склад, ну и плюс там несколько ящиков, чтобы покрыть затраты на покупку этих ящиков. Но жадность оказалась сильнее, ведь чем больше ящиков на складе, тем дороже следующая партия, и я не мог остановить никак Павлика. Он доставлял грузы и доставлял, даже попался уникальный груз за 23 тысячи баксов. От запуска миссии до полной продажи прошло 6 минут и 20 секунд, пожалуй это самые быстрые 200 тысяч в GTA Online. Но ассистентка звонит не так часто по этим особым грузам, поэтому будем это считать прятным бонусом. На заполнение двух складов у Павлика вышло 2 часа, то есть по часу на склад. Вышло такое путешествие с ящиками на 36 штук в каждый. Правда в одном складе мы проебали один ящик, но не будем о мелочах, более чем по миллиону на каждый. Первая миссия по доставке на Титане, мне это напомнило флай симулятор при взлете. Благо на доставке все же оказались дружочки пирожечки и помогли мне доставить груз, ибо были точки с бузердами, а под конец так вообще Валькирия нас встречала. На все ушло всего лишь 7 минут и лям 200 у нас в кармане. По итогу у нас уже 7 лямов, то есть чистый лям у нас уже есть, плюс в наличке бабки от миссии Джеральда и противоборств на 400 тысяч. Ну и вторая доставочка на 35 ящиков чуть меньше чем на лям 200. На этот раз у нас ебунячая лакшери яхта, а погодка так вообще шик. Я сразу вспомнил фильм Волк с Уолл Стрит, когда у них даже вертолет смыло. У нас тоже такое было, только смыло при Сармарк 2. В общем погодка и видон просто идеальные, и то что мы 5 минут пытались проплыть 2 километра не казалось таким унылым делом. В общем из-за того что было несколько людей в сессии, получилось больше ляма 200 тысяч. И по итогу за один вечер мы поимели 2,5 ляма. На эти бабки можно купить отличные суперкар по скидке или обновить пентхаус. Ну и не забывайте что делать такие деньги можно каждый день и если все время уделить только ящикам. За часиков 5-6 можно и вовсе 8 лямов вынести. А на этом все мои дружочки пирожочки. Павлик доволен собой, доволен вами. И бонусами от Рекстар. Всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok